Переведено и озвучено по версии... КАЛАКЕН РАКУРС Будто мы пытаемся кататься на хэндборде. Я просто хочу это сломать. Я прекрасно знаю, что сейчас произойдёт, и это будет неприкольно. Не сломай скейтборд за 5 долларов. Что происходит, Гейб? Привет, ребят. И сегодня мы здесь, на моей частной баскетбольной площадке. Вот здесь у нас трёхочковая линия, а кольцо такое маленькое, что его даже не видно. Хочешь сделать обводку? Идёшь сюда. Быстренько. Делаешь шаг назад, и оказываешься уже на другом конце поля. Короче, сегодня мы здесь. Как этот магазин называется? 5 и ниже. 5 и ниже? Ты уверен? Да. А, ну да, ты прав. Короче, сегодня мы в магазине под названием 5 и ниже. Впервые в жизни о нём слышу. Но у них есть крутые солнечные очки, и у них вообще всё крутое. Пивот. И походу, суть этого магазина в том, что здесь всё стоит 5 долларов и ниже. И от 1 доллара до 5 долларов тут всё можно найти. Это как долларовое дерево, только подороже. Как 5 долларовое дерево. Короче, мы ходим по магазину, думаем, какое же видео мы можем здесь снять. Заходим сюда, тусим на нашей частной баскетбольной площадке. И такие смотрим, о, здесь шлемы. И потом мы понимаем, о, здесь есть скейтборды. Так что мы купим их, наверное, тысяч 8. И мы возьмём их с собой в зал славы скейтбординга, который здесь рядом на этой улице. И сыграем там в игру «Не сломай скейтборд за 5 долларов». Звучит весело. Мне нравится вот это с шахматным раскрасом. И мы возьмём вот это вот с едой. Я думаю, нужно взять ещё одну дополнительную про запас. На случай, если вдруг сломается. А, ещё же с нами Даг будет. Так что нужно взять ещё одну для Дага. Они всего по 5 баксов. Я возьму ещё одну. О, вот эта крутая. С пандой? У меня такой ещё нет. Думаешь, этого хватит? Да. Ну ладно. 5, 10, 10. 25 баксов за всё. О, боже. Вот поэтому нас всегда выгоняют. Пойдём купим эти. И потом пойдём в зал славы. И посмотрим, можно ли на них кататься и не сломать. Ну ладно. У меня мой маленький пакетик с 5-ю скейтбордами. Какая ж ты громкая. Что Фэти с Узи там делают? Ну я уже к этому привык. Нам нужно дождаться Дага, потому что я не знаю, где я. И что я вообще делаю со своей жизнью. Всё, что я знаю, это если кто-то подойдёт ко мне и спросит, «Чё у тебя в пакете?» Я им отвечу 5 скейтбордов, и они, наверное, мне не поверят. И тогда я высыплю всё из пакета прямо перед ними. Облажались. Я гарантирую, я один из них сломаю. Итак, у нас миссия найти Дага. Мы же оставили там этих двоих. Меня не волнует. Это он? Это Даг. Даг! Даг! Где же ты был? Даг! Эй, привет, привет. Даг! Ну ладно, погнали. Мы опаздываем. Опаздываем? Чувак, это круто. Посмотри на всю эту историю здесь, Дэн. Здесь её так много. Это старые штуки. В рамках рубрик «Вы делайся, мы катаем». Катаем на всём. Аарон, по сути, просто воссоздавал все эти старые штуки. Да. А почему мы не делали скейтборд из двух брусков? Тут столько всего, на чём я хочу покататься. Дай-ка я сделаю мэнуэл, и потом мы начнём это видео с мини-бордом. У меня есть подарки для всех. Найджел. Это для тебя. Можешь распаковывать. А где другой? Какой другой? Там ещё есть. Тут ещё есть? Там ещё один с бургером. Я не знаю. Этот скейт проклят. Эй, Узи. Вот тебе, Дэн. Спасибо. А этот мой. И вот этот для Фетти. Это просто дополнительный. Это просто дополнительный на всякий. Или можно сказать, что это Фетти, потому что мы скучаем по нему. Я не здесь, братан. Я скучаю по тебе, Фетти. Это просто нереально тяжело распаковывать. Предупреждение, прочитайте внимательно перед использованием. Этот продукт предназначен для детей от 5 до 12 лет. Да? Я думаю, ты не подходишь, друг. Я немного старше. Этот продукт не предназначен для использования взрослыми. Ну, взрослых у нас тут нет. Продукт не сломается при правильном использовании. Это не сломай скейтборд за 5 долларов. Хватит кататься на нём. Узи. Ну ладно. Все готовы. Мы потратили где-то 8 тысяч часов на то, чтобы распаковать их все. Но теперь мы готовы. Сыграть по всему парку в не сломай скейт за 5 долларов. Даг, я просто хотел сказать, я рад, что ты с нами. Хотя ты живёшь здесь. Так что это я рад быть здесь. Да. Я рад. Скидываемся. Скидываемся? Скидываемся. Даг победил. Я же говорю, я никогда не проигрывал. Но я не последний, это победа. А ты будешь следить за счётом, мой друг. Но я попробую. О, чувак, они удобные. Прямо как мой первый скейтборд. Начать с ноли хил или чё? У Дага уже есть опыт на них. Дроп-ин. Нет. Нет. Вот именно, судья Фетти в доме, не Гейб. Я сказал нет. Плохо. Нехорошо. Давай, задавай. Я уже могу рассудить это. Нехорошо. Эль Торо, братишки. Это на самом деле было хорошее решение. Это же точно такой же трюк. Судья? Этот выше. Следующий? Отсюда. Убрался. Что случилось? За что ты зацепился? Отомщение? Откуда ты вообще знал, что он там есть? О, господи. Ну, он идеально подходит для него. Но я прекрасно знаю, что сейчас произойдёт, и это будет мне прикольно. Эта доска такая маленькая, что я даже не могу сделать молгрэб. У меня ладонь слишком широкая. По-моему, это не проблема. Я не щёлкнул, я не щёлкнул. Эй, судья! Простите, судья. У нас новый судья. Ты судья. Это самое впечатляющее, что Узи делал за долгое время. Ладно, вот что я сделаю. Поворот. Да, да, да. У меня нет слов. Дроп-ин. Это невозможно. Я спину потянул. Бро, ты чё, серьёзно? Смотри, вот так вот страшно. Но как только ты встал, выровняй её. Нет! Не, я этого делать не буду. Ты знаешь почему? Мне нельзя ломать руки, потому что я оператор. Ну, в основном. Так что мне нужно беречь мои руки. Ты можешь это сделать? Рок ту фейки с той стороны. Рок ту фейки? Будто мы пытаемся кататься на хендборде. Я делаю жесть руками вместо тебя в камеру. Да, но у тебя хоть нормальные пальцы. За цензур это. Знаешь, это просто не моя игра, чел. У меня ноги больше этой доски. Но лишав. Во флоту? Да. О, нет! Я сломал её. Но она всё равно держится. А где она треснула? А, понял. Вот тут вот слои расклеились. Нормально. О, я понял, что ты делаешь. Обе эти попытки пошли почти по худшему сценарию. Мой ход? Я пойду по безопасному пути и сделаю трюк на месте. Он сделал это так, будто это просто. Но я не думаю, что это просто. Дэн, пожалуйста, будь осторожен. Это реально сложно. Извините, я это, наверное, не приземлю. Не надо сомневаться в себе, Гейб. Может, меня кто-то подтолкнет? Я не хочу ещё раз упасть. Если я пойду в Монго, это даст мне больше очков? Да, ты автоматически проиграешь. Посмотри, как она смотрится на грани. Она не фиксируется на грани, подвески слишком маленькие. Она буквально разрезала пластик. Да ладно тебе, братан, тебе надо расслабиться. Что будешь делать? Попробуй, ты решал. Я просто говорю, но вам, ребят, повезло, что я не играю. У тебя маленькие ноги. Да, Фетти бы уже приземлил 720 дэбл флип. Так, быстро. Я просто хочу её сломать. Ты можешь сделать это, Найджел? Я знаю, но я думаю. Потому что мне нужно съезжать вниз под углом. И эти штуки типа... Ты что, пытаешься сделать? О, ты псих. Это должен быть добивающий трюк. Я так испугался. Поглядите-ка. Об этих парня пытаются сделать трёху. Они что, забыли, что в видеоуроке скейтбординг сделан проще? Всё начинается со снов. Убрался. Убрался. Фронт поп-шавит. Я попытался щёлкнуть. Я попытался. О, я сломал её. Теперь мой трюк. Теперь ты. Любой. Что хочешь, ты задаёшь. Время настало. Запрыгиваешь? Ладно, дайте-ка мне попробовать отомстить за себя. Нет, я приземлил. Я буду плакать. Это уже Т. Я должен сделать трёху. Это моя битва. Это было девяносто. Фэки, Дэн. У меня ещё попытка. Вот они, основы, Дэн. Он вылетит на Фэки Шавити. Зацени это, Дэн. Это для народа. Не верю, что он на этом вылетит. Это для Найджела. Хилфлип реально проще. Хилфлип проще? Да иди отсюда. Он заканчивает? Это добивка. Пришёлся на что бы закончить это. Посмотрим, сможешь ли ты. Серьёзно, я уже не хочу это делать. Давай. Остались только я и Найджел. Вот это поворот. Форвард, флип. Братан. Это было так круто. Ну ладно, Дэн. Я просто щёлкал не с той стороны. И так, тигриный взгляд Энди Андерсона. Тигриный. Тигриный взгляд. О, я думал, ты хочешь пожать мне руку. Хорошая игра, Найджел. Фэти, может и стоит? Я в порядке. Просто немного во флэту. Сейчас. Эй, я сейчас тебя прикрою. Не надо. Я прикрою. Дэн, я хочу сделать на рейле. Доставь нас домой, Дэн. Сделать хилфлип? Погляди. Прыгаешь выше, чем я на обычной доске. Ладно. Это для тебя, Гейм. Это было так хорошо. Ну ладно, ребят. Скейтборд за 5 долларов. Знаете, есть только один способ его сломать. Если вы буквально... Сломаете свою лодыжку, когда будете пытаться его сломать. Фэти. Я своё уже сломал. Но тут я приложил недостаточно силы, и моя лодыжка очень-очень болит. Оставь одну, Фэти. Оставь одну, да. Но она уже сломана. Видите, сломана. Большое спасибо залу Славы и Скейтбординга за то, что пустили нас и разрешили поснимать. Это прекрасное место. Если будете где-то рядом, обязательно зайдите. Ссылка будет в описании. А вот тут ещё есть видео. Зацените их. Подписка, лайк и комментарий внизу. И прямо сейчас, я имею в виду прямо сейчас, настало ваше время научиться кататься на скейтборде. Так что смотрите наши видео-уроки и вставайте на доску. Ещё увидимся.